Сейчас в режиме, готовлюсь к предстоящим турнирам, которые войдут в Риме, в Италии, чемпионаты Европы. Поэтому держу себя в форме, стараюсь максимально сосредоточиться на предстоящих турнирах. Мы от всей души, Хаджи Мурат, желаем вам удачи, чтобы все получилось. Самое главное, без травм. Лично я буду за вас болеть. Спасибо, спасибо. Ну и вот у нас начинается первый финал до 74 килограмм. Это Джеймс Грин против Хетика Цаболова. Вот мы наблюдаем, как раз уже вышел Джеймс Грин такой настроенный. Ждем Хетика Цаболова. Чемпион мира, представитель города Владикавказ, Россия, Хетик Цаболов. Видите, как его встречает. Местная публика. Дзекундант Анатолий Маргин, заслуженный тренер России. Вот выходят. Ну, настрой мне его нравится. Смотрю, вроде так. Ехидная улыбка на лице. Да, да, да. Что-то он задумал, кажется. Так как мы его знаем в жизни. Мы знаем, что означает эта улыбка. Да, да, да. Он большой весельчак в жизни. Очень позитивный парень. Надеемся, что сегодня у него все получится, так как он задумал. Ну что, друзья, поехали. Поехали. Джеймс Грин двукратный призер мира, но в весовых категориях чуть ниже, до 70 килограмм. И чемпион мира Хетик Цаболов. Тоже до 70 килограмм. И второй призер чемпионата мира до 74 килограммов. Мы слышим, как скандирует публика, поддерживает его. И начинается вот первая атака вот американца. И уже, к большому сожалению, пока нету фиксации, но уже зафиксировал два балла. В пользу борца в красном углу. На ковре Март Мурашов. Или Мурасов. Так как вы отметили, Хаджи Мурат. Я думаю, не стоит переживать насчет Хетика, потому что вы говорите, что он очень неординарный, непредсказуемый. Вчера мы видели, что... Многие думали, что он в первом уже поединке. Грубо говоря, пойдет домой, но ему идти близко. Но мы сегодня его увидим в ряду финалов. Ну, не стоит паниковать, конечно, несмотря на счет 2-0, он абсолютно может спокойно выровнять. Секундину российского борца схватку сравнять и перегнать. Ну, по его выражению лица я понял, что он так, холодокровен, спокоен. Я думаю, сейчас начнет он. Держит, держит в напряжении. Да, но мы должны учитывать ответственность. Разумеется, такая поддержка это хорошо, но это может и сказаться и в обратном случае, потому что у него ответственность перед своим, можно сказать, народом. Ну, с другой стороны, так говорят, что дома и стены помогают. Поэтому, да, надеемся, что он воспользуется этим. Полторы минуты позади, друзья. Мы видим на таблощаде 2-0 против гостя нашей страны. Хаэтик Цаболов пытается пройти в левую ногу, но Джеймс Грин изучил его прием. Этот проход и защищается, ждет. Ему что-то надо предпринять другое, так как эту атаку он уже ждет. Борцовским термином грузит Хаэтик Цаболов. И это очень радует, потому что обычно американцы не дают отдыхать. А мы видим, что Хаэтик, правда, хорошо настроен. Он напирает, напирает. Скорее всего, он отыграется. И мы это ему и желаем. По первому периоду нельзя сказать, кто более активен или пассивен. Борьба равная. Хаэтику Цаболову 28 лет. То есть практически равны по возрасту спортсмены. Считанные секунды остаются до окончания первого периода, друзья. Я повторюсь, но напомню. Скорее всего, такой счет у нас и останется к перерыву. Многие спрашивают, почему чемпион мира не заслуженный мастер спорта. Дело в том, что, к сожалению, спортивной классификации нашей в настоящее время чемпиона мира, который выиграли это высокое звание вне Альбомии. Ну что, друзья, первый период нашей финальной части. Первые сватки до 74 килограммов. Счет 2-0. Не в пользу российской сборной. Можно сказать, не в пользу Хаэтика Цаболова. Мы видим главного тренера ЦСКА Анатолия Маргиева. Мы надеемся, что это будет пересмотрено. Подсказывают Хаэтику, что ему нужно предпринимать ко второму периоду. А также его брат, родной, старший, который также чемпион мира по молодежи. И секундирует его, переживает очень сильно. Я думаю, что Хаэтик что-то подготовил, так как второй период, он более активный. Он контролирует время. И я думаю, свои силы он оставляет именно на последок схватки. Мы видели попытку прохода в ноги у американца, но теперь, видимо, уже контратаку. Хаэтик успел защититься, перевел и сам уже атакует. Можно было вытолкнуть за ковер, получить один балл, но Хаэтик решил взять... Сделать бросок. Да, сделать бросок на 4 балла, но защитился Джеймс Грин. Я думаю, здесь могут дать балл. Но центральный судья решил, что нужно дать по нулям. Уход за ковер в борьбе 1 балл. Все-таки дали балл. Боковые судьи посчитали, что был выход за ковер. И опять остановка. Вот. Американец был на одном колене. Я считаю, что это был балл. Была маленькая остановка в связи с кровью. Насколько мы знаем, в борьбе останавливается схватка, если или серьезная травма, или только пойдет кровь. Ну, здесь, по-моему, обошлось маленькой царапиной. Уже сразу продолжили. Счет 2-1. Все в пользу американского борца. Хаэтик молодец, что он пытается, то, что он борется, не стоит на месте. В первом периоде он не был готов к проходу в ноги. Видим, во втором он уже встречает на... Пытается контратаковать, пробивает руки снизу. Вот мы слышим, дорогие друзья. Публика скандирует. Хаэтик, хаэтик. Мое личное мнение, Хаэтик, нужно забежать на 2 балла, чтобы попытаться сделать свой коронный прием. Это скрестный захват. Накрутить баллы, чтобы уже ожидать. Похож американец, так, на Джордана Бороуза. Визуально, я имею в виду, физически. Знаете, где-то манера борьбы тоже. Вот прыгает в ноги, две ноги. Как это делает Джордан Бороуз. Все, вот, дорогие друзья. 3-2 уже в позе российского борца. Сейчас переходит на ноги. Постарается делать свой коронный прием. Вроде получается. И пошел, пошел, пошел. Надо встать, надо встать. Смотри, как стоит американец, уверенно. Упорно встал. Отдать ему надо должное. Но все-таки, пожалуйста, дело. Я считаю, это победные уже 2. И еще плюс 2 балла. Хаджи Мурат, о чем я вам и говорил. Нужно перевести на 2 балла и сделать свой коронный прием. Можно сказать, я предугадал. Да, кажется, услышал он. Ну, видите, все-таки международный турнир, но американец так рисковал своим здоровьем, потому что... Да, там могут полететь связки. Это может его выбить из калии. Но, смотрите, не сдается американец. Уже видим, что пытается Хеттик сделать. Точнее, американец сделать. Его же прием хотел провести. Ну, я думаю, за 11 секунд Хеттик уже не отдаст никак. Главное, нужно двигаться и встречать. Ну что, дорогие друзья, первый финал подходит к концу. Мы видим, как американец пытается, пытается, остается 2 секунды, одна и все. Оба устали, но мы поздравляем с первой медалью в сборную России. Хочется выразить огромную благодарность зрителям за такую поддержку. Вот этот проход его коронный. Ну, естественно, скрестный захват. Мог остановиться, но отдать должное и нужное Хеттику. То, что он прямо сделал до конца, довел это действие, что и принесло ему победу. Я на самом деле, так как бывший спортсмен, в огромном удивлении сейчас нахожусь, как американец терпел, как он отстаивал первые секунды 10. Это очень сложно. От скрестного захвата очень сложно стоять. Каким бы ты борцом не был и какой борец был у тебя.